Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск новостей Афонтова в студии Ольга Хохлова. В городе начали устанавливать знаки движения для автобусов. А когда начнут штрафовать? Об этом через несколько минут, а пока коротко о других новостях этого дня. Бензин вновь подорожал, что стало причиной повышения цен на топливо. Жилье дольщиков начнут достраивать. Один из заявившихся на земельные участки, он предложил в качестве компенсации за землю и в свой инвестпроект вложиться и работами, и квартирами. Инвесторы каких домов заедут в свои квартиры первыми? Первая медаль и сразу золото. Как она подскочила и понеслась, как она сказала, руки, ноги, голова. Красноярская биатлонистка в составе эстафетной сборной прервала череду поражений, которые длились 9 лет. В городе стало чище. Региональные операторы наконец вывезли мусор, который все новогодние праздники копился во дворах. В правительстве сегодня рассказали, проблемы есть и не только в Красноярске, но и в других районах края. Компании попросту оказались не готовы к таким объемам. Председатель правительства сегодня связался с главами районов по видеосвязи и потребовал, чтобы деньги жильцов, у которых не вывезли мусор вовремя, не брали. Ситуация войдет в штатный режим, как я уже сказал, и дальше будет решивляться без сбоев. Мы никак не можем допустить, чтобы в краевом центре подобного рода неприятностей, если не сказать скандалы, связанные с накоплением мусора, становились системой. Тем более, что мы ждем крупное международное мероприятие, но и не только в связи с этим. Министерство экологии подчеркивает, готовы к радикальным мерам. Отношения с региональным оператором могут и вовсе разорвать. Жалобы на свалки во дворах поступают до сих пор. В основном это левый берег, на правом проблем немного меньше. Чиновники признают, не хватает рабочей силы. Около 15 машин и вовсе стоят без дела. Основная причина, это, конечно, недооценка объемов, это вина рекоператора. Ну, можно сваливать вину на всех. Вина министерства, там, что старая терсхема, там, город не представил, там, полные данные. Естественно, но в любом случае сейчас валить друг на друга, ну, бесперспективно. Нужно все вместе работать и мы сделаем наш город чистым в течение января месяца. И к другим темам. Бензин на красноярских автозаправках подорожал впервые с начала года. Увеличение цен произошло на автозаправочной станции «Газпромнефть». Так, литр самого ходового 92-го бензина вырос в цене сразу на 65 копеек и теперь обойдется автомобилистам в 40 рублей 80 копеек. Топливо 95-й марки подорожало на 70 копеек и теперь стоит 42 рубля 90 копеек. Эксперты уверены, причина – рост НДС. Напомню, цены на автозаправках Красноярска не менялись с осени прошлого года. Таймеры на городских светофорах собираются убрать. В администрации города посчитали, водители отвлекаются на обратный отчет и не следят за реальной работой светофоров. Из-за этого на дорогах города участились аварии. Таймеры обратного отчета исчезнут только с наиболее опасных перекрестков. Напомню, наши телезрители неоднократно сообщали об ошибках в светофорных режимах. Красный свет загорался неожиданно, в то время как таймеры показывали еще долгое время. Это в управлении дорог назвали технической неисправностью. Данная проблема, да, она есть, но она обусловлена тем, что происходит смена плана координации светофорного объекта. В течение суток там бывает 20 раз он меняется. И, соответственно, есть такая техническая проблема, что табло не досчитывает, а светофор переключается. Еще раз объясняю внимание, что водитель в соответствии с правилами дорожного движения должен руководствоваться сигналами светофора. К слову, новая автоматизированная система работы светофоров должна спасти город от пробок, так считают в администрации. Поэтому вскоре на дорогах города заработают абсолютно все выделенные полосы. К пяти существующим добавятся еще 18. Это улица Красной Армии, Копылова, Высотная, Тотмина, а также путепровод Бугач, Шахтеров, Авиаторов, Матросова и другие. На коммунальном мосту уже появились новые дорожные знаки. Но в управлении дорог и инфраструктуры автомобилистов успокаивают. Штрафовать начнут только после 26 числа, как и обещали. В этот день камеры начнут фиксировать нарушения. Штраф за выезд на выделенную полосу 1500 рублей. Кстати, передвигаться по выделенкам смогут не только автобусы, но и лицензированные такси, экипажи универсиады и некоторый другой транспорт. С введением выделенных полос по этим полосам также беспрепятственно у нас будут передвигаться автомобили как скорой помощи, так и автомобили МЧС. То есть они не будут стоять в общем заторе, а будут беспрепятственно проезжать по назначенному адресу. Интересно, что в Казани, где проходила летняя универсиада 2013, выделенные полосы работают уже 8 лет. Они установлены на 47 магистральных улицах. Казанские чиновники отмечают, якобы трудности с передвижением были только в первое время. Но после того, как автомобилисты привыкли к ограничениям, город даже получил несколько весомых плюсов. На ряде улиц скорость, эксплуатационная скорость автобусов и троллейбусов увеличилась на 10%. Необходимо отметить, что, конечно, это и внедрение полос позволило убрать хаотично припаркованные автомобили по движению автобусов. Вместе с этим это позволило и людям быстрее добираться с места на место. И, соответственно, внедрение полос позволило нам на 10% уменьшить количество автобусов и троллейбусов при той же транспортной работе, что и до этого. Что положительно сказывается на экономику предприятия, прежде всего, и на экологию в городе в целом. Обманутые дольщики могут получить свое жилье уже в следующем году. Об этом рассказали в Министерстве строительства. В жилом комплексе Нойлон-Черемушки подрядчики уже готовят площадку и обещают сдать дома в 2020 году. Тем временем на Грунтовой проводят обследование здания и ищут застройщика. Клавдий Стельмахович продолжит тему. Эти стены ждали строителей два долгих года. Застройщика жилого комплекса Нойлон-Черемушки собирались объявить банкротом. Но четыре сотни дольщиков проголосовали за санацию. В итоге объекту краевые власти нашли генподрядчика. Компания «Ренессан» взялась достроить проблемные многоэтажки. Сейчас объектам готовят проектную документацию. К концу зимы ждут результатов экспертизы. Она определит фронт работ. На коробках она практически достроена. Там осталась колечная клетка с 20 по 25 этаж. И лифтовая шахта последний этаж. К роли. Оделочные работы процентов на 60 в доме выполнены. Электрика, как бы сейчас, ну и экспонтажерная организация, которая занимается на настоящее время, свои уже дефектовки вывела. Все как бы затраты сейчас посчитается. Нам предоставится. И дальше на леке это всего будем продолжать дальше работать. Доделывать эти дома подрядчик будет за собственные средства. Они выйдут где-то на грани самоокупаемости. Ну а зарабатывать строители будут уже на оставшихся двух домах, которые сейчас находятся на уровне котлована. Квартиры в них не проданы. Продавать квартиры в домах, на месте которых пока только котлованы, начнут после того, как закончат свечки долгостроя. Ориентировочный срок – осень-зима 2020 года. Сейчас за строительным забором идет подготовка. Рабочие расчищают территорию, завозят технику и строительные материалы. В Краевом Минстрое обещают, в ближайшее время оживут большинство городских долгостроев. Состройщикам будут предоставлять земельные участки в обмен на достройку проблемных многоэтажек. Правда, чтобы схема заработала, ее нужно законодательно прописаться и определить инвесторов. Во дворе на Грунтовой, например, строительная техника должна появиться уже в феврале. «Предварительно, понимая еще, поскольку официального отбора не произошло, Кульбыстрой, как один из заявившихся на земельные участки, он предложил в качестве компенсации за землю и в свой инвестор проект вложиться и работами, и квартирами. Там как раз нужно расселение в второй очереди». Потом оттают замороженные дома, в комплексе «Квадро» и на улице Прибойной активизируются работы на Ленинградской. К концу недели обещают рассказать о судьбе домов компании «Реставрация». Признаков жизни пока нет только в Изумрудной долине. Застройщик там находится на стадии банкротства. Клавдия Серьмахович, Эдуард Баглай, Афонтова, Новости. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в городе Шахты Ростовской области. Два этажа обрушились. По последним данным, семь человек спасены, один погиб. Неизвестной остается судьба хозяйки квартиры, в которой произошел взрыв газа, а также трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже. Взрыв произошел ранним утром на девятом этаже жилого дома. В общей сложности были эвакуированы 140 человек. Предварительная причина – неисправность или ненадлежащая эксплуатация газового оборудования. По информации Интерфакса, обслуживание газового оборудования в этом доме проводилось в мае прошлого года. Добавлю, сегодня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил своему заместителю Виталию Мутко проанализировать нормы газоснабжения домов. По словам Медведева, необходимо изучить общую ситуацию и нормативные документы. Напомню, взрыв дома в городе Шахты – второй за месяц случай взрыва бытового газа. В ночь на 31 декабря также обрушился дом в Магнитогорске. Погибли 39 человек. И сегодня в Красноярск-Крайгазе рассказали, что у нас выезжают на проверки регулярно, но проблем все равно хватает. По итогам прошедшего года всего 16% владельцев газифицированных квартир прошли проверку. По закону, собственники, имеющие газовое оборудование, должны сами заключить договор на техническое обслуживание, причем платный. Но, как показывает практика, большинство жильцов это просто игнорируют. С управляющими компаниями заключены у нас 100% договора со всеми управляющими компаниями. Но здесь необходимо отметить, что договора с управляющими компаниями заключаются на общедомовое обслуживание газового оборудования. То есть это газопроводы, проходящие по дому и, соответственно, транзитом по кухням. А уже на плиты, то есть на газифицированные плиты внутри квартиры, которые размещаются, договоры заключаются с физическими лицами. Здесь проблематично. И о других новостях дня в нашей рубрике «Коротко о разном». Законопроект о наказании за критику власти в социальных сетях пока рассматривать не будут. Депутаты Госдумы отложили вопрос на неопределенный срок, так как ранее его не одобрило профильное министерство. Напомню, что инициатор новых правил Андрей Клишас, сенатор от Красноярского края. Кинотеатр «Родина» начали ремонтировать. Все работы должны завершиться к концу этого года. Теперь в здании расположится Дом дружбы народов. На ремонт потратят почти 158 миллионов рублей. Запланирован капитальный ремонт крыши, лестницы и стен. При этом историческую мозаику обещают сохранить. Теперь из Красноярска можно будет улететь в Ростов. Рейс туда будет выполняться по субботам. Время отправления – 3.50 утра. Обратный самолет запланирован каждый понедельник. Стоимость билета – 11 370 рублей. Настоящий броневик 1951 года продают на интернет-аукционе в Канске. Этих боевых разведывательных машин остались единицы, уверяет хозяин. Машина на ходу. Нужно лишь немного подреставрировать салон. Технику владелец готов продать за 1 миллион 300 тысяч рублей. В город идет потепление. Уже на этой неделе синоптики обещают нам комфортную погоду. Если верить прогнозу, тепло продержится в городе как минимум до воскресенья. Итак, во вторник, 15 января, облачно и снежно. Днем 11 градусов ниже нуля. В среду еще теплее – минус 9. Правда, по ночам около 15 градусов мороза. Будет довольно облачно, возможен снег. В четверг снегопад продолжится, а вот уже в пятницу нам обещают облачную погоду с прояснениями. В эти дни столбики термометров в дневное время будут в пределах минус 8 и минус 12 градусов, ночью – до 16 градусов мороза. Выходные также обещают быть теплыми и без осадков. В светлое время суток ожидается от минус 8 и минус 9 градусов. В темное время – от 14 до 18 градусов ниже нуля. Январь по сравнению с декабрем нас явно балует. Некоторые красноярцы смогут получить билеты на универсиаду бесплатно. Подробнее расскажем после рекламы. Оставайтесь с нами. Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем выпуск. Стимулирующие выплаты среднему медицинскому персоналу из Сосновоборской городской больницы выплатят в конце января. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения края. Сегодня чиновники ведомства провели собрание в больнице, где рассказали, что при расчете зарплат была допущена ошибка. Специалисты не учли сумму в 5,5 миллиона рублей, которую учреждение получило в январе. Чиновники пообещали, что эта сумма будет учтена при перерасчете стимулирующих выплаты. И 27 января в день выдачи заработной платы медицинский персонал получит свои деньги. Добавлю, на собрании медики подняли и другие вопросы. Например, сколько часов персонал должен отработать в январе. Ответы на все вопросы специалисты пообещали дать в ближайшее время. Вот все вопросы, которые сегодня прозвучало, их действительно очень много. Я понимаю, что это наболело у людей. Они будут рассмотрены в течение недели. Потом мы, как говорили, уже назначаем встречу с руководством больницы. Не только главный врач, зам по экономике, но также специалисты, кадровая служба, статистическая. И отвечаем на все вопросы, которые... И находим пути решения. Здесь больше всего вопросов даже не нарушений правовых, но неправильной организации работают. Напомню, на прошлой неделе средний медицинский персонал Сосновоборской городской больницы устроил стихийное собрание. Люди получили зарплату за полный рабочий месяц без стимулирующих выплат. У многих суммы были меньше 15 тысяч рублей. Тогда руководство больницы заявляло, выплаты медики не получили из-за невыполненного плана. И к другим темам. О чем молчит снег, теперь точно знают красноярские ребятишки. В старый Новый год в большом концертном зале прошел фестиваль «Мы дети». Маленькие гости мастерили зимние поделки и смотрели спектакль, где главными героями были их сверстники. Подробности в сюжете далее. Пока одни репетируют свои творческие номера, другие уже вовсю увлечены рукоделием. Здесь-то в фестивале «Мы дети» десятки площадок. Малыши лепят, строят из песка и рисуют. Каждая из локаций не просто развлекает детей, но и дает полезные навыки. Чаще всего развивает мелкую моторику. Тут очень весело. Мы тут мастер-класс делаем про закладку. Вот еще делали. Самая большая очередь традиционно, как в агримером. Перевоплотиться в человека-паука, фею или бабочку – настоящая мечта для всех малышей. Бывает и взрослые тоже хотят украсть праздник, как-то настроение себе создать. Ну и у нас там уже рисунки красивые, с блесками, такие все яркие, со стразиками. Прям праздник такой создается. Фестиваль «Мы дети» проходит уже во второй раз. Первый был в октябре. За это время о площадке узнали больше красноярцев. Пришли порядка трехсот человек. Организаторы говорят, приятно видеть новые лица. Это и гости, и участники фестиваля. Свои творческие номера предложили танцевальные и вокальные коллективы, устроили даже анимационное шоу. Наша задача, как организаторов, объединить всех детей и показать, что таланты есть у всех. И раскрыть, показать, и показать, вывести детей на большую сцену. Потому что это одна из самых больших площадок нашего города, культурная. И для детей это важно. Организаторы уверены, такие праздники еще раз дают понять, что нет границ между здоровыми малышами и детьми с ограниченными возможностями. Здесь они одинаково мыслят и воплощают фантазии. Все собранные деньги обещают потратить на следующий фестиваль. Он пройдет осенью. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова, Новости. Билеты на универсиаду раздадут бесплатно или со скидкой в 50%. Правда, не все. Рассчитывать на пригласительные смогут малыши в возрасте до 5 лет, одаренные дети, дети с ограниченными возможностями и ребятишки из детских домов. Купить билет на любое спортивное событие в полцены смогут ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, пенсионеры и студенты. Об этом рассказали в дирекции универсиады. Напомню, что в начале месяца красноярцы остались недовольны работой билетного центра. Билеты на фигурное катание аннулировали, а цены на новые подняли в два раза. Собираются заявки. Сами ведомства собирают заявки, потому что у них уже есть сформированное понимание по этим категориям гражданам. Собираются с этих лиц заявки. Соответственно, и в рамках квоты, которые у нас сейчас есть, выдаются билеты. То есть мы выдаем непосредственно Министерству социальной политики, Управлению социальной защиты, Управлению образования, Министерству образования. Они уже распределяют эти билеты по соответствующим своим подведомственным группам. Первенство по вольной борьбе прошло накануне в концертном зале Афонтово. Несмотря на то, что это турнир Свердловского района, на него традиционно приезжают борцы с разных стран. На 17-х по счету соревнованиях собрались спортсмены 15 и 16 лет из Казахстана, Монголии и Германии. Красноярские юниоры уверены, именно эти соревнования помогут положить начало их карьере. Я лично хочу завершить свою карьеру с победой на Олимпийских играх. Это будет моя самая, самая моя, наивысшая цель, так сказать. Для этого и проводятся соревнования таких уровней, чтобы мы могли найти свои недочеты и исправить их, сделать работу над ошибками, чтобы на соревнованиях высшего уровня не допускать больше таких ошибок. К этой минуте у нас вся информация, свои новости сообщайте нам по телефону 285-14-14. Также пишите нам на Вайбер, Ватсап или Телеграм на номер 8953-585-14-14. В студии для вас работала Ольга Хохлова. До свидания и хорошего вечера. Ольга Хохлова. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова